Доброе утро, дорогие телезрители! И хочу познакомить гомельчан с историческими событиями и праздниками этого дня, а также рассказать о некоторых выставках. Поехали! Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность, возможен дождь. Днем температура воздуха составит 12 градусов тепла. Ветер северо-западного направления скоростью до 5 метров в секунду. Каждый день хранит в себе важные и незабываемые события. Когда-то был изобретен автомобиль, а когда-то телефон. Важные исторические факты можно отыскать в каждой календарной дате. Ради любопытства и расширения кругозора. И специально для любознательных рассказываем, чем запомнилось 16 октября в истории. Всемирный день продовольствия, отмечаемый ежегодно 16 октября, был провозглашен в 1979 году на конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Главная цель данного дня – повышение уровня осведомленности населения в отношении продовольственной проблемы, существующей в мире. А еще сегодняшняя дата – это повод задуматься над тем, что сделано и что еще предстоит сделать для решения глобальной проблемы – избавления человечества от голода, недоедания и нищеты. В поддержку праздника посмотрим небольшое видео. Внимание на экран! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Значение хлеба в жизни людей сложно оценить. Без хлеба не обходится ни один прием пищи, ни одно застолье, потому что хлеб – это сытно и полезно. Поэтому неудивительно, что у него есть и свой праздник – Всемирный день хлеба, который отмечается ежегодно 16 октября. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана продовольственная и сельскохозяйственная организация. Давайте посмотрим видео удивительно вкусного и простого рецепта хлеба на каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всемирный день анестезии, который отмечается во многих странах ежегодно 16 октября, традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи и все специалисты этой области медицины. А сейчас поговорим о выставках. Картинной галереи Гаврила Ващенко сегодня открытие интерактивной выставки «Дом великана». Вы окажетесь в пространстве, где все знакомые предметы увеличены в десятки раз. Диван размером с грузовик, тюбик зубной пасты размером с кровать, а в банку сгущенного молока легко забраться целиком. Не пропустите выставку! Музей истории, печати и фотографии Гомельщины готовит к открытию выставку под названием «Музыка в объективе». Автор – любитель концертной фотографии Светлана Дедковская. Интерес к фото у автора с детства, но результативное увлечение этим направлением началось в 2013 году с концерта экс-солиста дуэта «Мордл Токинг» Томаса Андерса в городе Коблинц. Гости музея увидят снимки, сделанные на концертах в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Германии. Автор всегда старается поймать эмоциональные моменты выступлений. В кадре Томас Андерс, Анни Вески и многие другие. А в Гомеле продолжает работу выставка под названием «Мои друзья». На ней работают живописцы Сергея Коваля. Большая часть из них составляет серию, посвященную известным художникам Пабло Пикассо, Марка Шагалу, Амидео Модельяне и другим. В наимном творчестве Сергея Коваля каждый найдет знакомые места и образы. Удивиться игре фантазии и яркости цветовой мозаики оценит оптимизм автора. Приходите в картинную галерею Гавриила Ващенко. В дворце Румянцевых и Паскевичей для гомельчан и гостей областного центра открыта выставка современной живописи «Стоп-кадр». Художник Юрий Платонов. Его творческий подход стал чем-то напоминать мгновенное реагирование на окружающий мир. Автор постоянно выходит и выезжает, чтобы зафиксировать момент, который открывается перед ним. Так и получается его «Стоп-кадр». Организаторы выставки уверены, что встреча зрителей с деревянной архитектурой белорусской деревни, тихими окраинами Полоцка и Гомеля, которые представлены в его работах, будет теплой и интересной. Не пропустите! Картинная галерея Гавриила Ващенко представила выставку под названием «Что может быть лучше природы? Афорты Ивана Шишкина». Живопись этого мастера любима многими поколениями зрителей. Менее известно его графическое наследие. Хотя Шишкин был гравером-профессионалом. Он создал более ста листов, посвятив их изображению родной природы. На выставке будет представлен альбом «60 афортов профессора Шишкина» 1870-1892 «Санкт-Петербург». Это оригинальные афорты черной краской сепии. Причем папка является итогом более чем 20-летней работы художника в технике афорта. Как всегда, новый день с вами встречала программа «Утренний фреш». Пусть этот день будет насыщенным, а хорошее настроение неизменным. Не переключайтесь, с нами интересно.